Без питьевой воды вот уже четвертую неделю сидят и половина жителей села Козылкаин Карагандинской области. По словам сельчан, все из-за аварии на водопроводе. Подробности выясняла наш корреспондент Вера Шеллер. Нету, нету, вот я открываю, нету воды. В доме Анны Калимулиной воды в кране нет уже четыре недели. В ванной огромная куча нестиранного белья. В огороде без полива выгорел картофель, высохли и молодые саженцы ели. Анна рассказывает, без воды в поселке Козылкаин осталась половина жителей населенного пункта. После недавней аварии на относительно новом, кстати, водопроводе, водоснабжение в некоторых домах так и не было восстановлено. Воды у нас нет уже четыре недели, никак. Вот так, другие улицы есть, я туда хожу, купаюсь, как бы вещи свои стираю. Вот у меня стирки, посмотрите, сколько. Ну, разве мы обманываем? Пройдите. Вот, посмотрите, все вот это вот лежит. Разве мы обманываем? Возмущенные жители пришли к зданию сельского акимата. По их словам, изначально, шесть лет назад, работы были выполнены некачественно. Через два года после сдачи системы упала новая водонапорная башня. Подрядчик восстанавливал ее в гарантийный период. В том году вот башня упала. Ее посмотрели, она вообще как фанера, фольга. Новая башня. Вода, вообще, я не знаю, эту воду, наверное, вызывать. Проверять надо ее, даже пить не годится. Ее наберешь, она часик постоит, потом она становится как сопля. Четвертая неделя пошла, что нет воды. Если она идет, то она идет струйкой. И то периодически идет. Мы успеваем только заполнять ведра. Урожай весь гибнет. Картошка вся высохла. В сельском акимате на претензии жители сильно удивились. Аким заверил, в сети исправная авария устранена. Во всех домах есть вода, включая и здание самого акимата. Вот только продемонстрировать, как там с крана бежит вода, глава села не смог. Нет воды. Это вода нет. Ну давайте ко мне домой проедем. Улица лесная. Давайте ко мне домой проедем. Воды нет. Полив идет. Огородок. Люди вернулись с работы. Открывают и все поливают. Она будет тоже. Получается, у половины поселков воды до сих пор нет. Нет. Почему половина? Вода есть у всех. Ну поедемте сейчас, у кого нет воды. Ну поедем, посмотрим. Но сейчас неудачный момент, потому что вечер, люди пришли с работы, поливают огороды. А когда поливают, воды нет в кране? Нет. Зачем? Она есть, но слабо, но капает. Она всегда есть. Люди уверяют, вода не капает с крана, даже когда на улице идут дожди и огороды. В это время никто не поливает. Замена водопровода обошлась в 170 миллионов тенге. Деньги были выделены из республиканского бюджета. Водопровод был построен еще 6 лет назад, но сети до сих пор остаются бесхозными. А это значит, что все это время за состоянием труб никто не следил. На колодцах уже давно отсутствуют люки. При этом в районном Акимате комментируют. Документы на сети были сделаны еще в прошлом году. Со стороны Акимата Хозлоклазинского сельского округа данные работы в свое время не проведены. В течение 5-6 лет указанные водопроводные сети не обслуживаются. Обходимо сейчас оформить соответствующие документы, передать доверительное управление обслуживающей организации. И, соответственно, до начала топливного сезона необходимо в данном населенном пункте провести ревизию. Районные власти пообещали вопрос водоснабжения в селе Козылкаин взят на контроль. Передать бесхозные сети в доверительное управление планируется до начала отопительного сезона.